Добрый день! Сегодня мы поговорим об изменениях в сфере государственных закупок. И у нас в гостях Сыченко Кристина, председатель Омского отделения гильдии специалистов по государственным и муниципальным закупкам. Добрый день! Добрый день! Так что изменилось с 1 января 2012 года для тех, кто хочет участвовать в торгах в государственных закупках? С 1 января 2012 года очень многое изменилось для отдельных видов юридических лиц в сфере закупок ими товаров, работ, услуг. Еще летом прошлого года был принят федеральный закон, который как раз регламентирует сферу закупок отдельными юридическими лицами. И в сферу действия этого закона попали такие виды юридических лиц, как государственные компании, государственные корпорации, унитарные предприятия, как государственные, так и муниципальные, автономные учреждения. И в том числе хозяйственные общества, в уставном капитале которых присутствует доля государственной собственности. Получается, что с 1 января 2012 года для того, чтобы приобрели они какие-либо виды продукции, то есть товаров, работ, услуг, они должны проводить публичные закупки. Торги в форме конкурса аукциона, либо иные способы, если они их для себя прописали в положении. Тем самым, скажем так, для их потенциальных поставщиков создаются равные стартовые условия для того, чтобы в дальнейшем, по итогам такого предварительного отбора, с ними были заключены договоры именно на поставку товаров, выполнение работ, либо оказание услуг. Но, естественно, что сам по себе закон вступил в силу с 1 января 2012 года, это не значит, что никакой предварительной работы эти виды юридических лиц не должны были провести. И достаточно, наверное, приличный объем работы уже должен быть сделан предварительно, ну, либо, по крайней мере, до 1 апреля 2012 года. Почему я эту дату называю? На самом деле закон вступил в силу с 1 января 2012 года, и к этому времени в идеале, конечно же, уже госкомпания, автономные учреждения, муниципальные, унитарные предприятия должны были разработать и утвердить положение о порядке осуществления таких закупок. Не просто его разработать и утвердить, они должны сделать его общедоступным, разместив на сайте в сети интернет. Доступ к этому сайту должен быть абсолютно свободным, абсолютно бесплатным. На своем сайте? То, что касается информационного обеспечения, то на сегодняшний день, до 1 июля 2012 года, вся информация о закупках, включая положения, планы закупок на 2012 год, непосредственно сведения о закупках должны размещаться на сайте заказчика. То есть каждый из них может разработать свой собственный сайт, либо уже на имеющемся соответствующую информацию размещать. С 1 июля 2012 года все эти сведения должны быть размещены на едином общефедеральном портале закупки.gov.ru. Этот портал является действующим. Сегодня на нем размещается информация о всех государственных муниципальных заказах, которые проводятся по 94-му федеральному закону. Это, наверное, единственный закон, который все знают по его номеру. И вот как раз, наверное, в течение этого полугода, скажем так, программа будет доработана, сайт будет доработан для того, чтобы отдельным блоком там же размещалась информация еще и по корпоративным закупкам. Тем самым будет создано единое информационное пространство в сфере закупок как государственных, муниципальных, так и корпоративных. То есть там, где присутствует государство. Наверное, с одной стороны, это действительно большой прорыв и большой плюс, поскольку, скажем так, эти сведения действительно будут опубличены. В этой части, конечно же, скажем так, закон является прогрессивным. Я уже сказала о том, что положения должны быть разработаны. Как раз это положение и определяет регламент работы заказчика при, скажем так, отборе участников, то есть поставщиков, подрядчиков, исполнителей, определяет требования к таким участникам. И что самое главное, определяет способы этих закупок. Поскольку сам закон говорит только о том, что такие закупки могут проводиться в форме конкурса или аукциона. И срок для проведения именно торгов, ну, минимум составляет 20 дней. Ну, наверное, скажем так, максимум здесь может быть не ограничен. Эти положения основаны и на нормах гражданского кодекса. Но, скажем так, в этом же законе сказано, что заказчик может и иные способы закупок для себя определить, прописав их в соответствующем положении. Это могут быть уже и более простые способы. Сегодня, скажем так, такими популярными способами закупок является запрос котировок или запрос предложений. То есть для российского законодательства это совершенно не новые способы. Они используются и в части государственных закупок, и в части, скажем так, международных правил торговли. Поэтому в данном случае законодатель, с одной стороны, скажем так, уже несколько ограничил эти виды юридических лиц в своей закупочной деятельности. Но, с другой стороны, в отличие от государственного сектора, сказал, что для себя этот регламент вы определите сами в своем положении. В отличие, например, от той же бюджетной сферы, которая полностью зарегламентирована 94-м федеральным законом. Запрос котировок это тоже какое-то подобие проведения конкурса, аукционного? Ну, скажем, да. Это в любом случае некий предварительный отбор, информация о котором также размещается в сети интернет. Участники подают свои заявки, заказчик рассматривает и выбирает среди них победителя. Запрос котировок обычно проводится, скажем так, там, где может использоваться один единственный критерий – это цена договора. Кто предложил наименьшую цену, следовательно, тот и становится победителем. Пока идет размещение на своих собственных сайтах, да, ну, объем информации не такой большой. Нет опасности, что вот из огромного количества со всей страны на один сайт будет стекаться информация, то есть кто ее будет размещать, кто будет следить за правильностью, то есть информация о самом проведении аукционов. Много же предприятий коммерческих с долей государства, да, то есть вот даже не знаю, какой объем сайта должен быть. На самом деле ресурс, безусловно, огромный. Уже сегодня, скажем так, то, что касается только размещения информации по 94-му федеральному закону, это тысячи и тысячи заказчиков. Безусловно, прибавится не меньшее количество. Но, скажем так, сайт будет серьезно дорабатываться. Я думаю, поэтому в любом случае вот 6 месяцев отведено именно в том числе и на доработку сайта. Я думаю, безусловно, конечно же, справится. Нет сегодня идеальной работы сайта, безусловно, скажем так, есть и технические проблемы, и, скажем так, отдельные промежутки времени, когда сайт, наверное, не очень качественно работает. Но в этой части постоянно соответствующие специалисты пытаются доработать, модифицировать, каким-то образом совершенствовать этот ресурс для того, чтобы он действительно очень оперативно работал. То, что касается работы с сайтом, то здесь, конечно же, необходимые навыки должны быть и у специалистов, которые эту информацию будут размещать на официальном сайте. Возможны ошибки, которые могут быть допущены. Но, опять же, сегодня сама система предполагает в некоторой степени невозможность эти ошибки допустить. Очень остро в свое время стоял вопрос именно по официальному сайту, когда, скажем так, вместо, скажем так, русских букв использовались иностранные буквы. То есть буква S и латинская буква C, они, в принципе, находятся даже на одной кнопке на клавиатуре. Но если мы в режиме английской раскладки вводим слово, например, строительство, то система поиска уже не позволяет найти эти, скажем так, закупки. Поэтому в данном случае сам сайт автоматически уже, скажем так, выявляет таких нарушителей, более того, пресекает такую возможность. Точно так же то, что касается сроков размещения. В законе сказано, что торги должны проводиться каким образом? С момента размещения извещения до окончания срока подачи должно быть не менее 20 дней. Когда вы работаете с закрытой частью программы и вводите дату начала срока подачи заявок и дату окончания, то есть в любом случае сама система вам скажет, что вы нарушаете закон. И, скажем так, даже если заказчик идет на сознательное нарушение закона, это становится абсолютно общедоступной информацией. То есть все даты, они открыты. То есть журнал учета всех операций, он действительно открыт. И любой контролирующий орган по 223-му федеральному закону, это будет федеральная антимонопольная служба, особого труда даже не составит для того, чтобы эти нарушения были выявлены. То есть достаточно просто обратиться к сайту и визуальный просмотр страницы заказчика произвести. То, что касается срока до 1 июля 2012 года, да. Сегодня, во-первых, каждый заказчик и в силу финансовых возможностей, и других возможностей, как смог, так этот сайт и сделал. И что он на самом деле там размещает, что не размещает, но это только, скажем так, последующая проверка может выявить. Я думаю, что на самом деле, скажем так, с течением времени злоупотребления, они все-таки будут прекращены. Это, наверное, четко мы понимаем уже по итогам работы и, скажем так, с 94-м законом, когда все, скажем так, органы власти, бюджетные организации были переведены, да, в режим жесткой регламентации закупочной деятельности. И с течением времени, действительно, количество и жалоб, и нарушений, оно уменьшалось. Я думаю, что и, скажем так, госкомпании, госпредприятия, ну и другие заказчики, которые попадают под действие 223-го федерального закона, они поймут, что, ну, не стоит это того, тем более, если еще и меры административного воздействия будут введены в кодекс об административных правонарушениях, чего, в принципе, можно ожидать. Конечно, с одной стороны, этот закон направлен на более прозрачное проведение закупок, с другой стороны, не послужит ли это вот таким препятствием в ритмичной работе некоторых коммерческих организаций, в которых есть доля государственного участия, да, но которым вот жизненно необходимо провести какие-то закупки быстрые для своего бизнеса. То есть вот этот вот срок и процедура не слишком ли повлияют? В законе есть и ответ на этот вопрос. На самом деле я уже говорила о том, что сам закон регламентирует только процедуру проведения торгов, конкурса и аукциона. И иные способы, они могут использоваться, в том числе закупка у единственного поставщика, если этот способ прописан в положении. Мы все прекрасно понимаем, что есть из года в год плановые потребности. Та же канцелярия, автотранспортные средства, ГСМ. Это плановые потребности, которые из года в год повторяются у каждого заказчика. Поэтому здесь говорить о том, что невозможно оперативно разместить заказ, ну, медлительность заказчика, она никак не должна все-таки отражаться, да, на результатах работы самого предприятия. То, что касается срочных закупок, сломалась машина, я не знаю, что-то еще случилось для того, чтобы обеспечить срочно, да, возобновление производства. Есть такой способ, как закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнителей. Как раз форс-мажор, обстоятельства непреодолимой силы. Все это может быть прописано в качестве оснований для того, чтобы заказчик заключал контракт напрямую у единственного поставщика. То есть это предполагает, скажем так, отсутствие каких-то предварительных отборов, затрат времени, трудовых ресурсов. Составляется проект договора, подписывается. Это тоже способ закупки. Но условия должны быть, конечно же, объективными и содержаться в положении. Вот по сумме там тоже есть какие-то ограничения? Нет, ограничений никаких законодатель по сумме не вводит, в принципе. Но нужно, опять же, понимать, да, то, что касается применения иных способов закупки, например, запрос котировок, о котором я уже упоминала, традиционно он, в принципе, используется, но, скажем так, с учетом некоторых ограничений. И одно из таких ограничений, которое всегда было в российском законодательстве, правда, применительно к сфере государственных закупок, это цена контракта. Запрос котировок сегодня, например, по 94-му закону проводится на сумму, не превышающую 500 тысяч рублей. С учетом того, что 223-й закон, он все-таки не так жестко зарегламентирован, я думаю, что для многих предприятий это не будет большой проблемой, поскольку, скажем так, можно проводить такие закупки в достаточно таком большом объеме в течение финансового года. И еще, скажем так, наверное, то, что в принципе содержится в самом законе, это возможность осуществлять закупки до 100 тысяч рублей. Причем речь идет, знаете, о том, в законе, скажем так, и речь идет о том, что заказчик может проводить закупки до 100 тысяч рублей, и информация о таких закупках может не размещаться в сети интернет. То есть, в принципе, законодатель говорит о том, что да, заказчик может не показывать некоторые закупки, то есть это будет его таким внутренним делом, но объем таких закупок серьезно ограничат. Это 100 тысяч рублей. Может быть, какие-то есть рекомендации для тех предприятий, которые хотят участвовать в торгах, то есть где им искать информацию о торгах сейчас, то есть смотреть на разных сайтах или где-то может быть еще? Да, вот, наверное, как раз пока информация не размещается на едином портале, получается, что нужно искать какие-то сайты предприятий, и там в этих сайтах еще и искать информацию о закупке. Это сегодня действительно большая проблема, тем более, что многие предприятия не имеют. У нас же очень большое количество тех же муниципальных предприятий, которые находятся в муниципальных районах. Там даже интернет-то не у всех есть. Поэтому здесь, в принципе, есть сегодня специализированные сайты. И, скажем так, если говорить о таких сайтах, тот же ресурс «Промышленная Сибирь», который сегодня, в принципе, работает и, скажем так, подтверждает свою эффективность, создан специальный раздел именно в том числе и по закупках в рамках 223-го федерального закона. Другие площадки, которые в первую очередь использовались, например, в качестве площадок для проведения электронных аукционов, тоже сегодня позволяют размещать информацию по 223-му федеральному закону. То есть это уже специализированные ресурсы, которые содержат информацию о закупках разного рода предприятий. Они сегодня активно начали работать, активно начали развиваться. Но и очень много специализированных организаций, которые предлагают в качестве, скажем так, услуги, платные, бесплатные, это уже второй вопрос, это просто мониторинг, скажем так, различных сайтов заказчика и сбор информации. Рынок развивается, но вы сказали, что в июне все равно эта информация должна быть размещена на едином сайте? Да. Или какие-то сайты могут остаться как подслуживание? Я думаю, что эти какие-то сайты останутся. То есть есть императивное требование о том, что на общефедеральном портале информация в обязательном порядке должна размещаться, а при этом никто не говорит, что дополнительные ресурсы не могут использовать. То есть если мы хотим действительно сегодня максимально, широко распространить информацию о закупке и привлечь максимальное количество участников, то безусловно эти сайты будут в качестве огромного подспорья. То есть в каждом регионе может быть какой-то самоизвестный сайт, и это как бы дублирование поможет быстрее найти эту информацию. Тем более, что я думаю, что каждому как раз удобнее работать в своем регионе. Ну, понятно. То есть это в любом случае сокращает издержки? Может быть, для тех муниципальных предприятий, которые редко проводили или вообще не проводили никогда вот такого рода аукционы, сегодня актуально провести какой-то обучающий семинар? Это действительно, на самом деле, большая проблема сегодня. Я считаю, в любом вопросе это подготовка кадров. Руководитель, безусловно, не может заниматься всеми вопросами. Потому что само участие сегодня тоже непростое. То есть нужно не просто вывесить какую-то информацию, можно как-то потом сделать отбор, следить. Конечно. Сегодня такие семинары проводятся и на территории города Омска, причем проводятся достаточно активно. Они проводятся и как для заказчиков, то есть где рассматриваются вопросы реализации 223-го федерального закона, разработка положения, информационное обеспечение. То есть все практически вопросы, которые нашли отражение в законе. Может быть, даже какой-то интерактивный опыт, первоначальное обучение какое-то. Как происходит? И в том числе, кстати говоря, семинары проводятся и для потенциальных участников этих закупок. То есть тот, кто хочет быть поставщиком, подрядчиком, исполнителем. Опять же, если это электронный аукцион, как принять в нем участие? Где получить электронно-цифровую подпись? Как сделать ставку в самом аукционе? Какие есть ограничения? Какие документы подать для того, чтобы получить аккредитацию? Такие семинары сегодня проводятся. Причем проводятся в том числе и на безвозмездной основе. Поскольку, говорю, сегодня действительно все заинтересованы в том, чтобы система максимально быстро и эффективно заработала. И кроме даже, кстати говоря, наших учебных заведений на территории города Омска активно стали заходить и иногородние. Я, конечно же, всегда призываю учиться у своих по одной простой причине, что каждый регион, каждый город имеет собственную правоприменительную базу. И даже если мы смотрим с вами судебную практику, то она очень серьезно отличается в зависимости от того, какой суд принимал решение. Поэтому, конечно же, с одной стороны, я не хочу никаким образом никого в этой части направлять. Но, тем не менее, площадки есть. Нужно просто действительно смотреть, как долго уже работает, скажем так, вот такая коммуникационная учебная площадка, с кем она работает. Поскольку, ну, все-таки здесь еще много зависит и от того преподавательского состава, который, скажем так, будет. Обучающие семинары проходят в том числе и под эгидой гильдии специалистов по государственным муниципальным закупкам? Естественно, они проводятся в том числе и под эгидой нашей общественной организации. Сразу хочу сказать, что гильдия была создана, в принципе, для решения вопросов, связанных с размещением государственных муниципальных заказов, то есть в рамках 94-го федерального закона. Головная организация у нас находится в Москве. Это ГУ, ВШ, Институт закупок и продаж имени Соловьева. То есть, в принципе, это первый пилотный центр, который обучал именно закупкам в государственном или муниципальном сегменте. В каком году еще? Это начиная, наверное, даже где-то с конца 90-х годов, то есть до принятия 94-го федерального закона, когда действовал еще указ президента Российской Федерации. Принят он был еще в 94-м году. Поэтому, скажем так, история достаточно давняя у этого учебного заведения. И вот уже после того, как был принят 94-й федеральный закон, наверное, где-то в 2008 году мы все прекрасно понимали, что необходимо налаживать и связи между регионами, обмениваться опытом, друг у друга чему-то учиться, была создана такая общественная организация, которая имеет в каждом субъекте свое региональное отделение. То есть время от времени вас собирают обучают, а вы уже обучаете людей в регионах? В принципе, скажем так, мы стараемся учиться всему сами, поскольку это, скажем так, сфера наших интересов. Естественно, что и нас собирают, и в свое время мы все в Москве, обучались именно в институте. Ну а вот теперь пытаемся, скажем так, уже опять же, наработав некоторый практический опыт, делиться с ним вот со всеми заинтересованными лицами. Любой аукцион таит в себе какие-то подводные камни, потому что не секрет, что можно участвовать в аукционе и поставить такую самую низкую цену, но на самом деле низкая цена – это не всегда гарантия качества. То есть вот здесь не будет противоречия в результате конкурса, потому что выбирают, например, там самую низкую цену, но потом окажется, что товар совершенно не подходит. Или окажется, что цена не соответствует заявленному. Вот здесь есть какие-то? Есть. На самом деле такая проблема существует, но решение этой проблемы во многом зависит и от самого заказчика. Какие способы есть? Ну, во-первых, нужно достаточно четко понять, что хочет заказчик. И требования к предмету своей закупки очень четко и детально сформулировать. Для того, чтобы уже потом, да, кто-то цену, может быть, ниже предложил, но он не смог отступить от тех технических и качественных характеристик, которые изначально были прописаны в документации. Это первый момент. Второй момент. Есть так называемые защитные механизмы от действий недобросовестных поставщиков. Например, обеспечение заявки на участие в конкурсе или в аукционе. Что это значит? Прежде чем принять участие в таком конкурсе, потенциальный участник должен внести денежные средства на счет заказчика и, грубо говоря, заморозить их до того момента, пока с ним не будет заключен договор. Если, скажем так, договор не заключается, да, в цене упал, но понял к моменту заключения, что по такой цене он не сможет поставить данный товар. Эти средства удерживает заказчик у себя. То есть рублем наказывается такой участник. Ну и плюс еще введен механизм обеспечения исполнения договора. То есть это уже, конечно же, не на этапе участия, да, а на этапе исполнения договора не исполняешь надлежащим образом договор. То есть я просила, скажем так, объема один поставляется меньше, потому что, да, цены на самом деле не совсем адекватные были. Значит, пожалуйста, либо банковская гарантия была предоставлена, либо страхование ответственности. То есть в любом случае кто-то, либо поручитель, то есть каким-то образом заказчик себя в этой части защищает. Ну и еще, наверное, один механизм, насколько он будет действенным, может быть, здесь пока не совсем еще, да, понятно. Это так называемый реестр недобросовестных поставщиков. То есть те лица, которые уже отказались от заключения договора по каким-то причинам, либо договоры с ними были расторгнуты в судебном порядке за неисполнение, они попадают в так называемый реестр недобросовестных поставщиков. По 223-му федеральному закону этот реестр должен вестись в информационной сети интернет. Пока его нет, сразу же хочу сказать. Но в самом законе сказано о том, что может использоваться и реестр недобросовестных поставщиков по 94-му закону, который ведет федеральная антимонопольная служба. Он также в сети интернет для всеобщего доступа размещен. Поэтому лицо, которое уже один раз, скажем так, не сработало с заказчиком и является недобросовестным, и если мы видим, что оно в таком реестре находится, то мы еще на этапе предварительного отбора можем отстранить его от участия. Здесь, конечно же, никто не гарантирует стопроцентного результата, поскольку завтра можно перерегистрироваться, поменять одну букву в названии. Но все-таки хочется верить, что этот реестр также будет модифицироваться, информация будет не только о наименовании участника, но может быть о его учредителях там появится, директорах, поскольку все-таки они эти функции выполняют и такие решения принимают. Поэтому, да, с одной стороны, проблемы, конечно же, серьезные могут возникнуть, но здесь, я говорю, надо, наверное, вот еще на этапе подготовки документов уже несколько заглядывать вперед и вот такие для себя механизмы защитные применять, тем более, что они все-таки подтверждают свою эффективность. То есть всю процедуру торгов, которая проходит от этапа до выставления условий торгов, прохождения всех заявок, он кем-то контролируется? То есть или это вот сугубо дело самой фирмы, которая проводит, или там предприятие с государством участия? Сегодня это уже не дело сугубо той организации, которая эти торги проводит. Федеральная антимонопольная служба наделена полномочиями по контролю, в том числе и за реализацией 223-го федерального закона, я имею в виду, скажем так, процедур осуществления закупок. И действительно этот контроль может осуществляться федеральной антимонопольной службой как путем проведения плановых проверок, то есть когда практически уже постфактум проверка проводится, но выявляются нарушения. И с другой стороны, каждый участник сегодня может подать жалобу в федеральную антимонопольную службу, если заказчик еще на этапе объявления условий какие-то нарушения допустил. Например, сократил сроки, не всю информацию выложил на официальный сайт, еще какие-то нарушения допустил. То есть пока еще победитель не определен и договор с ним не заключен, такой участник может подать жалобу. ФАС эту жалобу рассмотрит, если она будет принята, если она будет признана обоснованной, он понудит такого заказчика привести все в надлежащий вид. Ну и я, например, не исключаю возможности введения каких-то достаточно жестких денежных санкций в кодекс об административных правонарушениях. Причем, скажем так, провожу аналогию здесь с 94-м федеральным законом, где достаточно ведь серьезные санкции для заказчика. Нарушил штраф, причем сумма штрафа приличная. Либо это 30 тысяч рублей чаще всего, либо 50 тысяч рублей штрафа. И штраф оплачивается за счет, скажем так, заработка лица, которая нарушила закон. Не за счет, скажем так, сметы учреждения. То есть персональная ответственность. Персональная ответственность. То есть когда рублем наказывается человек, наверное, не сильно хочется еще раз идти на такое нарушение. Поэтому не исключаю возможности внесения изменений в КОАП в дальнейшем. Тем более, что все-таки, как бы мы ни говорили, что это коммерческие организации, да, все-таки попали под действие 223-го федерального закона, там в любом случае большая часть принадлежит государству. Поэтому, ну, контроль он должен быть. Тем более, что огромные финансовые ресурсы все-таки расходуются через систему закупок, в том числе и коммерческих. Должен быть учет и контроль. Это точно. Спасибо за интересную беседу. Пожалуйста. А я напоминаю, что мы говорили об изменениях в сфере государственных закупок. И у нас в гостях была председатель Омского отделения гильдии специалистов по государственным и муниципальным закупкам Сыченко Кристина. Программу вел Евгений Ганштейн. Всего доброго.